Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Рахачина Руфина Матагоруна, учитель начальных классов средней школы Силавы-Казан. Сегодня на мастере класса я хочу вам продемонстрировать разнообразные методы и приемы, которые оказывают положительное воздействие на здоровье обучающихся, показать их практическую значимость и убедить вас в целесообразности использования здоровоизберегающих технологий в практической деятельности. Так как мой второй класс обучается по проекту здорового поколения Силавы-Казан, работая над задачей создания здоровоизберегающей среды не только на уроках и кружках физической культуры, я пришла к выводу, что нужно добавить двигательную активность и в обычные уроки. И обязательным элементом здоровоизберегающих организация урока в соответствии с современным образовательным технологиям, так ведь, являются физминутки. Вы все прекрасно их знаете. Музыкальные физминутки, пачки физминутки, релаксации, упражнения для профилактики плоскостопия, аутотренинги. И, уважаемые мои коллеги, разрешите мне некоторые из них продемонстрировать. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Это таблица, таблица, тренажер Ковалева, который именно работает по горизонтали и вертикали. И сейчас я вам хочу показать, как мы можем поработать по этому упражнению. Может быть, подойдем сюда? Вот перед вами лежат таблицы. Две таблицы, это таблицы смножения, они это все прекрасно знают. И есть вот такие вот кубики. На уроках мы работаем таким образом. Бросаем кубики. Получается пять и пять. Находим глазами. Можно сперва, конечно же, они будут прорабатывать руками, а потом глазами. Пять по вертикали и по горизонтали. И соединяется. И ответ получается десять. Именно вот такие большие кубики, они удобны. И, во-первых, когда падают, детям интересно становится. И разнообразные игры можно с ним придумать. Затем у меня здесь у нас таблица сложения до десяти. Так ведь? Есть вот такие маленькие кубики. Так. Обросая эти кубики. Вот, пожалуйста, у нас восемь здесь не хватает. Вот, пожалуйста, восемь и четыре. Также в этих кубиках есть, смотрите, цветочки разные, да ведь? Для чего это было придумано? Потому что есть у детей любимые примеры. Если выпал, например, цветочек, а здесь цифра пять, они выбирают пять, то есть один, например. Так ведь? А если же, например, оба цветочка выпадают, то самый любимый пример применяют. Так же у нас есть оборотная сторона таблицы. Вот, посмотрите, она у нас пустая. Эту таблицу мы применяем тогда, когда мы играем игру Sherlock Holmes. Играют они так игру с людьми? Например, так же у нас работают кубики. Можно маленькие кубики применить. Так, и вы им определенно даете задание. Например, 3 и 2. Ага, они раз, соединили, положили. 2 и 2, раз, положили. Так, могут они, конечно, проговаривать, сколько это будет ответ. Можно требовать также их. 3 плюс 3, например, 3 и 3 положили. 2 плюс 3 положили. 4 плюс 4 соединили, положили. 5 плюс 4, 5 плюс 5 соединили положили. Вот, например, получилась фигура, так ведь у них? Кто-то видит здесь чупа-чупс, кто-то воздушного змея, ну, кто что увидит. Вот, пожалуйста. Вы заметили, что я использую такие вот камушки? У нас, мы используем камушки, используем ядрышки различные. Это все-таки мелкая самоторика. Вот, пожалуйста, даже вишня у нас в ход пошла. Потому что очень хорошо это помогает. Затем, вы, наверное, уже заметили, во втором классе у нас уже появились примеры на таблицу умножения. Конечно, здесь не говорится умножение. И вот эта таблица умножения тоже нам очень хорошо помогает. Так же играем кубиками, бросаем. Так же находим по горизонтали, по вертикали, соединяем. И, но не забываем, тут говори слово «по». Например, вышло у нас два и четыре. Так, берем два, по четыре раза складываем. Раз, два, три, четыре. Все, положили. Понимаете? И вот на днях буквально вот эта таблица мне очень хорошо помогла при работе. Вы заметили? Там было задание такое, например. Число десять и разложить его на одинаковые слагаемые. Вот они подходили, число десять брали и смотрели. Так, по вертикали, по горизонтали. И, пожалуйста, они складывали. И, конечно же, десять у нас не в одном месте. Вот еще. И получалось пять по два раза. Два по пять раз. Пожалуйста. И вот таким образом они и работали. Это таблица умножения. Дети не знают. Она, конечно, тоже имеет оборотную сторону. В этой оборотной стороне тут уже у нас две таблицы умножения. Уже в старших классах. Третий, четвертый класс. Используюсь. Ну, в начале, в конце второго класса. Вот эта вот таблица. Если у вас есть желание, пожалуйста, сделайте себе. Это очень удобно. Дальше у нас есть табличка вот такая вот. Первые классы. Очень хорошо она нам помогала. Здесь у нас числа от одного до десяти. И там, когда мы изучали те русла на осложение, например, по три, Каждому ребенку я давала три камушка, да? Три камушка. И они начинали. Два плюс три. Пальчиком закрывают дворку и кладут камушки. Вот, пожалуйста, закрыли. Десять. Пять получилось. Когда мы доходили до десяти, и мы шли уже на второй этап, ребята уже сами наверху ложили. И получалось у них число двенадцать, например. Они уже сами предлагали таким образом и продолжали мысленные работы. Следующее, хотела бы я вам продемонстрировать, дорогие, уважаемые коллеги, это гимнастика для пальцев. Пожалуйста, помассируйте свои большие пальцы. Когда вы массируете большой палец, вы повышаете деятельность головного мозга. Массируем. Давайте помассируем указательные пальцы. Когда вы массируете указательный палец, улучшается работа желудка. Если массируем мы с вами безымянный средний палец, то улучшаем работу кишечника и позвоночника. Да, вы посмотрите, кстати, вот у меня есть табличка. Массируем безымянный пальчик, да, ведь? Мы улучшаем работу печени. И когда мы массируем с вами мизинчик, то мы с вами помогаем в работе нашего сердца. Вот вы сидите, массируете, и сами того не замечаете, как вы таблицу умножили на 9, да, ведь? Так, вы все уже прекрасно это знаете, так ведь? У всех у нас по-разному. У кого идет счет с этой руки, так ведь? Возьмите такую, поставьте. У кого-то с правой рукой, у кого-то с левой рукой. Ребята, здесь опять же наша работа головного мозга идет, так ведь? У меня, например, с левой руки, у кого-то с правой. Вот, допустим, у нас, так ведь, наши руки. Я веду счет отсюда. Согните второй пальчик. Второй пальчик, согнули. Так, с этой стороны, где, в любой руке. Какая у вас рука ведущая? Здесь у нас будут десятки, а здесь у нас единицы. Какое число получается? Восемь. Если согнем с вами шестой пальчик, вот шестой пальчик, собираем шестой пальчик, да, ли? Здесь у меня получаются десятки, а здесь у меня единицы. Пять десятков, четыре единицы. Вот, второй пальчик. Поняли? Вот, пожалуйста, подица умножения. Так, ну а сейчас мы с вами немножко отдохнем. Посмотрите, вот в зале я вам покажу, как нужно. Так, это движение пальцев, так, это у нас флопок, это два флопка получается. А нет, 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 вот два флопка получается, здесь можно звучать по коллегам. Так, это кружевые движения, это кулачки, я буду вам помогать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два... Опять! Брат! 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 Топ! Пр sick! Плачьи. Спасибо. Похлопали себя по любви. Похлопали. И обязательно после любой гимнастики для рук нужно стряхнуть руки. Не забывайте об этом. Следующее упражнение для стопы. Как вам известно, вот наши стопы. Биологически активные точки стопы полностью проектируют ваши внутренние органы. Я предлагаю вам пройти по моему ковру, который называется «Тропа здоровья». Желаю еще, пожалуйста, подходите. Он активизирует организм, поднимает иммунитет, убирает усталость, поднимает настроение, укрепляет волю, но и эффективно работать с активными точками стопы. Пожалуйста, пожалуйста. Вот я снимаю обувь. Так. И проходите, и пощупайте, что же там лежит. Это секрет для детей и для вас. Пожалуйста, пожалуйста. как раз? Не included. В любые. На любые называть. Можете на одной. Вам дети маленькие, они на одну называть? Да. На каждую подушечку. На каждой подушечке. Да. На каждую подушечку. Да. Но, вы просто проходите. Но у нас есть задания для детей. Можно меня avec примеры? Примеры. Мы кладем примеры и стрелочками показываем, куда идти. По стрелкам идти, и решать примеры. Не просто пройтись, пока решают и делают массаж. Так, вот стрелочки. Эти стрелочки, которые у нас лежат, они помогают право, лево, вперед, назад. Вот. Вот. 5 плюс 5, сейчас мы ничего должны делать. Решать, 7 плюс 5, решать. И говарать. Да, хорошо, что говорят и проходят. Полезный массаж. Так, пройтись, пройтись, у вас поднимется строение, улучшится сурочность. Бесплатный массаж приходится. А что внутри? А вот секрет. Нащупайте. Здесь шарики, нащупайте. Здесь косточки, вишни. А вот здесь шарики. Здесь грецкие орехи. Вот такой вот пузырек. Так, спасибо. Ну, вы заметили, что мой ковер, он сделан специально из мозаики. Так ведь? Смотрите, он сделан из мозаики. И я могу спокойно его разобрать. По-другому собрать. И могу спокойно каждому ребенку дать. Так, это, конечно, вот мы используем на уроках математики. Вот это, например, так ведь? А на уроках рисования, труда, они же у нас не встают. Редко же встают, так ведь? В основном сидят за работой. И, пожалуйста, сидят и делают себе массаж. И работают при этом. Таким образом, если у вас есть желание, можете это сделать. Вот, например, вот это, это уже работа родителей. Родители. Вот еще хотела продемонстрировать вам. Это тоже сделали родители. На уроках дети сидят и, пожалуйста, делают себе массаж. И, конечно же, вы во время карантина очень часто видели по интернету вот такого вот слоника 30-бро, да, ведь? Мы тоже решили попробовать это применить. Не просто играть, а применить даже на уроках. И очень эффективно, благотворно влияет, так как очень интересная и динамичная игра развивает координацию движения глазами и точных, а также оказывает благотворное влияние на внимание и умение сосредоточиться. Например, на уроках математики также можем им задать задание довести до 10. Так ведь, примеры с ответом 10. Пожалуйста, каждый выходит, называет свой пример, 5 плюс 5 и отдельно, так ведь? Например, на уроках башкирского языка мы применяем тот же его на всех уроках. Тема такая, имя существительное, так ведь? И у нас имя существительное на русском языке на вопрос, кто отвечает, все одушевленные, а в башкирском языке на вопрос, к, отвечает только человек, так ведь? И вот именно в этот момент можно им попросить их называть слова, отвечающие на вопросы к. Кише, малай. Можно им самим предлагать, а можно их немножко попутать. Айо. Тюлькы. И в этот момент у них возникает вопрос. Думают, так ведь? И пожалуйста. Во время такой познавательной игры ребенок точно не заскучает. Ребята. Ребята, кремя над коленем. Все предложенные мной методы позволяют детям расти, развиваться, развивать логическое мышление, развивать творческое мышление, развивать игровое мышление. Развивать мелкую моторику, позволяя детям умножать свои знания, проявляется большой интерес к учебе. И что немаловажно, все это укрепляет здоровье детей. Вот так вот мои дети растут и развиваются. Уважаемые коллеги, хочу вам сказать, пожелать вам и вашим родным и близким здоровья и долголетия. Успехов в труде. Спасибо вам за внимание. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Спасибо.